Ну что, начнем? Здравствуйте. Доклад будет посвящен тому, что цену, которую мы платим за ошибки в программном коде, она очень высока. Мы часто даже не понимаем, насколько это дорого нам обходится. И поговорим о некоторых способах, как сократить стоимость разработки программного распечения за счет того, что мы будем меньше ошибаться при программировании. Немножко о себе надо сказать, потому что сейчас я буду какие-то такие постулаты выдвигать, чтобы программисты детские ошибки делают, еще что-то. Откуда я пришел, почему я могу это заявить? Я являюсь одним из разработчиков статического анализатора ПВС-студио, и по роду занятий я очень много смотрю кода чужого. Мы регулярно проверяем опенсорсные проекты с целью рекламы, но, естественно, мы еще проверяем код не опенсорс, а закрытый под NDA и так далее. Поэтому про него я рассказывать не могу, я могу только на примере опенсорс рассказывать. Но я вижу очень много разного кода, причем разного уровня. То есть это и C, и C++, я вижу исторические программы, которые развивались от C до C++. И у меня здесь достаточно, поверьте мне, богатый багаж знаний о том, как выглядит программный код, какой он бывает, какие типовые ошибки в нем, исторические, неисторические. И поэтому, мне кажется, я могу это рассказать. И верьте мне, это действительно очень большая проблема, проблема ошибок в коде. Ну, понятно, что все знают, что ошибки в коде где-то проблемы, но не все могут оценить, насколько это плохо. То есть непонятно. Вот про это и поговорим. У меня вот нет статистики, сколько стоит одна ошибка. Вообще, я не буду говорить о каких-то, скажем так, каких-то там вообще об ошибках, когда там космический аппарат падает. То есть мы не будем такие какие-то совсем серьезные проблемы рассматривать. Нет, мы про обыкновенное прикладное программное освещение говорим. Но тем не менее. Так вот. Значит, программисты не догадываются, как дорого стоят их ошибки в программном коде. Давайте вот такой эксперимент проведем. Как вы думаете, сколько стоит написать одну строчку кода? Ну, какие вот варианты, сколько стоит написать? Ну, вот в долларах. В долларах. Сколько стоит одна строка кода? Ну, просто, какие вот ваши предположения, интересно? Ну, в средней стране. Ну, понятно. Ну, берите там, Германию, например. Я не знаю. Давайте, давайте, какие вот, ну, сколько, назовите там. Сколько? Одно евро. Один евро. Так, вариант. Еще какие варианты? Сто есть вариант. Разная квалификация. У кого же такие зарплаты? Просто одна строчка кода в программе. Вот вы сели, с утра написали строчку кода. Вот сколько она стоит в долларах? А как вы считаете? Ну, я сейчас расскажу. Сейчас, ну, вот. Ну, например, да, вот так. Да, долларов. Ну, какие еще варианты? Ну, долг, сто долларов. Близко. Средний по индустрии 28 долларов. Строится строчка кода. Вы, а, да если бы я там, за строчку кода, да, там, 28 долларов там платили, там, я бы там, ого-го, там, да, там, пришел, там, с утра 50 срок кода написал, уже поработал хорошо. Как, как, вообще, почему-то 28 долларов. Непонятно, ну, как, там, у человека там зарплата какая-то есть, да, там, как же, что же, его не доплачивают ему так. Вот. И отсюда я, как бы, сейчас сделаю еще, как бы, цепочку. Представьте, если строчка кода стоит 28 долларов, представьте, сколько стоит ошибка в этой строке. Если вы потом, там, переписываете эту строчку кода, там, и ищите в ней ошибку. Я не знаю, ну, точно, минимум это в 10 раз, это минимум, найти ошибку и исправить. Это точно в 10 раз дороже, чем написать строчку кода. Это в лучшем случае. А на самом деле это в 100, в 1000 раз. То есть вполне можно говорить, что, например, исправление какой-то простой ошибки, это в 1000 долларов обходится. Ну, вы тут, откуда, откуда человек там с Марса прилетел, там, что он вообще говорит. А вот почему. Почему же так много строит строчка кода? Потому что программисты, к сожалению, они очень умные люди, но они не умеют считать. Что они забывают? Во-первых, они почему-то думают, что раз вот он пришел, как будто, и 24 часа, он занимается 8 часов в день, он программирует. На самом деле это неправда совершенно. Вот строчку кода он там пишет, именно в строчке кода, ну, там, в день, там, может быть, час-два. Что всем остальным занимается? Ну, там, про то, что он ходит пить кофе, там, мы не говорим, ладно так и быть. Хотя это тоже, на самом деле, это обсуждение, это какие-то там митинги, или еще там переписки по почте, это составление технического задания, чтения, споры какие-то там, то есть коммуникации различные. То есть очень много как бы накладных расходов. Потом, в конце концов, он же не пишет вот прям вот там силы, прям давай писать. Ну, редко такое бывает, только в новом проекте еще так может быть. На самом деле, все, там, пришел какой-то задача, вот он там в течение полчаса разбирается, куда же там вот строчку-то вписать, там, да, там, то ли сюда, то ли сюда, там, где это вызвать там что-то. Это что значит? То есть если он после, там, полчаса, там, где-то еще и аж с ошибкой напишет, знаете, сколько он потратил там времени, силы, денег? И еще, почему программисты не умеют считать? Они не учитывают, что есть еще инфраструктура, которая их обслуживает. То есть он же не абстрактный, где-то в космосе находится человек, там, да, там, который это программирует. Там, его там, ну, понятно, что там нужно интернет там подключить, там, амортизация каких-то, ну, компьютеров там же тратится на деньги, на, соответственно, там, инфраструктуру, там, воду он пьет. Понятно, что кажется, ну, что-то как-то странное. Нет, на самом деле, это очень большие накладные расходы. Там, это аренда зданий, это, там, работа бухгалтера. Если это крупная организация, там, один админ, там, на сколько-то человек приходится. И вот это все-все-все, получается, что его, а если у него, как бы, конечная цель является написание, как раз эти строчки кода, то получается, что строчка кода стоит очень долго. Вот как раз вот те вот 28 долларов. То есть с инфраструктурой, который еще обслуживает этот платномиста. И если, не дай бог, он ошибается, это приходит очень долго. Потому что это не он потратил, например, два часа на исправление ошибки у себя в коде. Это получилось, что вся организация, ну, там, какое-то количество людей, которые его обслуживают, потратила два часа времени. Если ошибка ушла куда-то, там, к тестировщикам, это вообще, значит, что тестировщики там работали, находили ошибку, отписывают эту всю инфраструктуру. Это ужасно, это колоссальные затраты времени. Причем, кстати, это вот тоже, кстати, можете альтернативные источники посмотреть. Например, вот совершенный код, МакКоннелл, да, там пишет, там, как рабочее время, там, среднего программиста тоже, да, там, он там считает. Ну, то, что там получается, что буквально там на программируем у человека уходит там один, там, час, там, ну, не то, что там, ну, там, несколько часов максимум, там, часа два в день, вот именно вот кодирования. Поэтому ошибки в коде, они очень дорогие. И еще, если человек говорит, вот, что он искал ошибку, там, там, правило два часа, он именно два часа ее правил. А это не значит, что он как-то целый день восемь часов программирует, он из них только два часа правил. Скорее всего, он там, в день программирует три часа, из них два часа искал ошибку. Это ужасно. У меня есть разные примеры, там, там, будет дальше, на слайде покажу, когда там, ну, реально, там, ну, реально, там, ошибки ищутся, там, там, неделю, там, ошибку какую-то ищут, там, там, неправильно присвоили, там, или еще что-то. Представляете, там, если, там, неделю человек искал ошибку, там, да, там, или несколько человек искал ошибку, какие это затраты, это колоссально. И эта проблема, она недооценивается. На самом деле, ее начинают ценить в крупных организациях. Потому что, когда там, ну, когда еще маленькая, как-то там, во-первых, там, программа проще, там, проще с этими ошибками как-то жить, там, проще, там, коды ревью сделать, Как-то посмотреть, найти в большой организации, там, во-первых, уже никто не знает, как этот программный проект работает. У нас есть, общаемся с одним крупным, с точки зрения разработки компании, большой коллектив. У них не осталось человека, ни одного, нет человека, который знает, как работает весь этот программный комплекс. То есть нету, все, невозможно, потому что там более 50 человек разрабатывают и много-много лет кто-то увольняется, приходит, уходит и все. То есть в целом никто не представляет этот программный проект. Какие-то отдельные там кто-то модули знает и все. Вот здесь цена ошибки очень важна. То есть не дай бог там где-то ошибка в каком-то модуле засядет, как потом другим людям где-то ее искать. Это там какой-то Ейзенбаха, который случайно может себя проявлять в течение многих лет и никто не будет знать, как его найти. Это большая очень беда. И в больших компаниях это начинают понимать и они начинают бороться различными способами с этих. Отсюда там идут всякие такие стандарты котирования, как мисра. Он сам по себе стандарт, если честно, не очень. Ну надо что-то делать, надо как-то заставлять хотя бы людей, там, go-to там поменьше писать или еще что-то. Ну что-то с этим как-то надо жить, начинают бороться. Отсюда же там начинают применять различные методологии, там, статический анализ, отсюда же пошел там т.д. Потому что как-то надо бороться с этим. И вообще с ростом компьютерной техники программа становится все больше, все тяжелее. И, соответственно, все это важнее. Ошибки, они все дороже и дороже нам обходятся. Это большая проблема, которая, я считаю, недостаточно освещена и недостаточно ее понимают. То есть все воевали с ошибками, но никто никогда как-то не задумывается посчитать, а сколько на это было сил и времени потрачено. Часто очень много. Так. Ну вот, да, собственно, я веду к тому, что нужно баги вправить как можно быстрее, и это будет намного дешевле, чем потом. Вот как раз по поводу обнаружения ошибок на самых ранних этапах. Тоже, опять-таки, если к Макронову обратиться, у него там есть табличка, сколько стоит исправление ошибки на разных этапах. Ну, естественно, самый дешевый, если мы ее сразу не допускаем или сразу поправили. Там подороже, если мы там какие-то там чуть-чуть потестировал сам программист. Дороже, если это к тестерам ушло. Ну, а если там это ушло к пользователям, ну, это вообще беда полная. Так вот, значит, давайте сосредоточимся на том, как мы можем не допустить появления ошибок в программах. Ну, в смысле, прям при кодировании, то есть на самом раннем этапе. То есть это не речь там о тестировании каких-то методиках и так далее. Я, пожалуй, назову три основных способа, как это можно делать. Первое – это методология ТДД. Спорно. Некоторые говорят, плохая методология, не получается у них. Некоторые говорят, хорошая методология. Не знаю. Тем не менее, она помогает и позволяет проверять все, как есть. Не все знают, что это такое. Методология – это разработка через тестирование. В чем идея? Сначала пишем тесты, а потом пишем программный код, который проходит тесты. Тут как бы неправильно немножко слабо прозвучать. Это не значит, что надо только, чтобы тесты проходили и не работало. Нет. Но просто, когда мы сначала пишем тесты, мы как бы не закладываемся на то, как будет реализовано в дальнейшем. И это помогает избежать ошибок. Про это очень много интересных, полезных статей. Я этого не буду сейчас рассказывать, потому что про эту методологию отдельную целую лекцию можно читать. Их рассказывают эти лекции. Обратитесь к интернету, и вы найдете массу материалов по этой методологии. Потом есть же всякие немножко варианты. У нас не получается в чистом виде эту методологию использовать. Сейчас я поясню почему. У нас разработка статический анализатор кода. И вот мы поддерживаем какую-нибудь хитрую конструкцию, в которой мы должны находить ошибку. В классическом виде написать какую-то функцию, которая вызывает другую функцию, проверяет, что там вернулось, не получается. Там очень-очень тяжело это писать. Очень много данных надо подготовить. Надо где-то в памяти построить фрагмент дерева, туда напихать информацию, потом пройти. Тяжело. Просто очень много работы будет. Но, тем не менее, я считаю, что у нас TDD есть. Немножко в другом виде в таком. Сначала мы пишем, как эта ошибка должна находиться. То есть много-много примеров. Вот здесь вот в этом примере есть ошибка, в этом нет ошибка. Это просто программный код. То есть много фрагментов, маленьких кусочков программного кода, где должна быть ошибка и не должна быть ошибка. Потом реализуем функциональность и смотрим, там эта размер совпала с тем или нет. То есть действительно нашлись мы во всех местах, где надо или нет. То есть такой немножко модифицированный вариант тестов. То есть просто более высокуровневый. То есть не высокуровневый у нас не получается, не тест писать, сложно очень много данных подготовить. А вот на таком уровне вполне работает и вполне хорошо. У нас на самом деле очень много других всяких методов тестов. У нас там много эшелонов, так сказать, защиты. Но это вот самый первый такой вот этап. Ну а про TDD это я отправляю каким-то к интернетам, к другим лекциям и так далее. Я думаю, есть. Я немножко по другое поговорю. А именно это статический анализ кода и защитное программирование. В двух словах, что такое статический анализ кода. Есть такие инструменты. Самым древним из них, пожалуй, являлся линд. Линд тоже как бы прошлый, сейчас намного все интереснее и серьезнее. Это инструменты, которые анализируют исходный программный код и выдают рекомендации, куда стоит посмотреть программиста, чтобы его проверить. Анализатор не способен точно сказать, что вот здесь у вас есть ошибка. Дело в том, что это не искусственный интеллект. Даже человек смотрит на код и он не может сказать, есть тут ошибка или нет. Тяжело ему, ему надо очень много изучить, чтобы понять. И потом как можно найти ошибку, надо понимать, если надо было сложить, а он там вычел, например. Никакой инструмент не поможет, формула другая, он неправильно формулу перепутал, не ту формулу сделал. Поэтому, когда начинает, ну что ж, а почему такие ошибки не может? В принципе, это не искусственный интеллект. Он не может там всегда, но он может находить какие-то аномалии в коде и говорить, а вот посмотрите сюда, сюда, сюда. Это в каком-то виде замена кода ревью. То есть не то, что замена, кода ревью, отличная методология, ее нужно практиковать. Особенно при обучении, когда новый сотрудник, что он программирует, вместе сидим, смотрим там и учим ему, как делать. Но вот так вот, чтобы вообще коды ревью использовать, не получается. Дорога очень, это слишком много отвлечений сил на все это. Статический анализатор является каким-то таким подпоркой, когда коды ревью осуществляет просто программа. Да, это хуже, чем человек, но иногда, правда, и лучше, потому что преимущество программы, что она никогда не устает. То есть ей все равно, сколько у вас там ифов, и она там будет. И еще про защитное программирование немножко поговорим. Тематика такая, не могу сказать, что она широко освещена. Почему? Наверное, что как-то не созрело все это. Вообще, тут даже так, что такое защитное программирование? Надо просто язык использовать не C++, а понадежнее. Говорить, что на C++ писать надежно тяжело все-таки. Ну, столько способов что-нибудь не туда сделать, тут язык неподходящий. Но, тем не менее, используя даже какие-то простейшие практики, можно улучшить, сократить количество ошибок в нормальных этапах. Тоже про это поговорим. Вам не приходилось практиковать важное программирование? Чуть-чуть пробовал, но как-то не прижилось. Как-то получается, что больше всего один сидит, смотрит, а она программирует. В этом и есть суть. Скажи так, второй человек является надсмотрщиком, и он как бы следит за тобой, и тебе сытно радость какую-нибудь сделать в ходе. То есть как-нибудь раз и побыстрее. Но в каком-то смысле статический анализатор тоже может такую роль выполнять, когда ты знаешь, что если ты накосячил, статический анализатор все тебе скажет, то тоже беда, кстати, тоже срабатывает. То есть человек чувствует, что хоть какой-то присмотр за ним есть. Парный программирование все-таки тоже дорогало. Два человека надо вместо одного. Так ты к разработчикам поди его, найди, родишь их двух сразу дополнительно. Я не могу дать рекомендации на все случаи жизни по поводу защитного программирования. Тут, наверное, это тот инструментарий, который разработчик сам за свою жизнь собирает, какие-то практики, методики. По крайней мере, книжку какую-нибудь я не встречал, где было много интересных, всяких способов описано. Может быть, просто мне не попадалось, может быть, что-то есть. Да, еще то, что вот это я рассказываю, это вот на большом опыте. Тут написано 200, нужно по факту больше. То есть огромное количество проектов нами проверили. Про многих из них написано статьи, про еще большее количество не написано, потому что они, например, были небольшие в проекте, какие-то писать особо не о чем. Там есть, например, 5 ошибок. Мы просто автором там написали и все. Но посмотрел, кода я много. И поэтому, что я могу сказать? Вот как разработчики видят себя? Они такие умные, они решают проблему синхронизации, параллельного программирования, как там по токене, безблокировки. А вот как я вижу я разработчиков. То есть это вот такие люди, которые что-то там… Извините, но честно, иногда рассматривая, на что показывает статический анализатор, у меня вот такое впечатление. То есть как вообще этот код мог появиться? Как? Ну, пример я покажу. Классический пример. Лень был человеку набирать, он скопипастил в строчке, не докопипастил. Классическая ошибка. И это называю я эффект последней строки. Я писал статьи, и как-то заметил так, что не раз употребляю слово, а в последней строке у нас здесь ошибка. И вот эта вот у меня фраза там, а в последней строке там блока однотипных данных ошибка, она была так часто, что я решил исследование небольшое провести. Я взял у нас там, было на тот момент около 1500 уже примеров, собранных, это ошибок, найденных в open source проектах, которые я собираю там в базу. Она, кстати, у нас на сайте есть, вы можете посмотреть. И я просто так сел там дня на два, и просмотрел просто все эти еще раз ошибки, и выписал те, где у нас есть однотипный блок кода, и там где-то или в середине ошибка, или в конце. И что же получилось? Оказывается, чаще всего программисты делают ошибку в последней строке, копируя что-то. Мне даже вспомнился случай, читал где-то в книжке, эффект последней строки, в альпинизме, по-моему, эффект последних метров. Очень часто альпинисты допускают ошибку на самых последних этапах подъема. Почему? Не потому, что они уже устали, сил нет, а они уже расслаблены, там уже больше половины прошли, вот уже до вершины недалеко, то есть они уже так, фу, сейчас чуть-чуть ура, он уже радостный сейчас, и сорваются. То есть вероятность сорваться в конце намного выше, чем где-то там в середине. Вот с программистами один в один с кодированием. Причем взяли строчку, скопировали, скопировали, а тут вот EZ надо было поправить, не сматный Source Engine SDK, Chromium, все же копипастим, кто же заново такие строчки набирает, там шлеп, 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 а в конце не поправили. Вот здесь условие одно и то же получилось, надо было другое написать. И это постоянно в последней строке. То есть дальше какой-нибудь Qt, шлеп, 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 не поправили в конце. OpenSSL, шлеп, шлеп, а тут надо было троечку побольше поставить, потому что здесь не три символа, а побольше. Ну забыли, потому что вот эту строчку копировали, вот сюда, вот там тройка так и осталась. Постоянно. Вот такой условный график, потому что дело в чем, там разное количество бывает вот этих однотипных блоков, естественно, так грубо совсем. Но я приблизительно посчитал, что в среднем 5 блоков бывает. Ну вот на графике изображено, что вероятность того, что ошибка будет в самой последней строке там несколько раз выше, чем где-то в других строках. Что с этим делать? Ну я не буду призывать вас, не копируйте код. Ну как его не копировать? Если только выломать клавишу, и все равно там не поможет. Потому что это неудобно. Зачем это делать? Одно и то же писать, если можно взять блок и скопировать его. Это бесполезно кого-то убеждать, и я сам как бы все копирую. Ну что можно писать? Ну хотя бы вы знаете, что есть такой вот эффект, что скорее всего проверяйте хотя бы самую последнюю строчку повнимательнее. Есть большая вероятность, что у вас там ошибка. Это очень большое количество проектов. Это одно и то же. Причем тут не зависит, это какая-то студенческая лабораторная или проект QT или Chromium. Там одно и то же везде все. Видимо так срабатывает психология. Человек копирует блоки, под конец расслабляется и допускает ошибку. Дальше что? Вот видите тут ошибка, где есть? Запятой не хватает. Правильно. Вот здесь не хватает запятой. Я еще хотел сказать, вот такие ошибки, их можно было бы избежать, если форматировать получше код. Ну хотя бы казалось, то есть уже хорошо отформатировано, там все равно ошибка есть. И вот здесь все хорошо отформатировано, красивым столбиком. Не помогает. Поэтому, конечно, не панацея. Но вот здесь, например, возможно, если бы числа вот так были в столбик выстроены, возможно, было бы получше. Неубедительно. Вот в таком же случае однозначно, если форматировать код более аккуратно, есть надежда, что вы эту ошибку не допустите. Больше времени – больше. Но, а с другой стороны, а зачем? Быстро, но неправильно. То есть какие варианты форматирования? Столбиками различные. Если у вас есть однотипные какие-то строки, пытайтесь их выровнять, чтобы видеть сразу. Можно вот так вот на запятые выровнять. Можно еще более, потому что некоторые запятые пишут, но тоже, кстати, достаточно заметно. Сразу будет, что здесь запятой не хватает. Не на все случаи жизни. Понимаю, неохота так форматировать. Но, на мой взгляд, так смотрится намного красивее. Вот мне вот такой вариант нравится. И вот такие ошибки. Это же не то, что там одна ошибка на 200 проектов. Там таких ошибок тоже. Есть такие ошибки. Попадаются. Я их вижу и просто там не сколько можно даже в открытом, а в закрытом программном коде. Там, ну, ошибаются. Еще что? Еще такой совет. Это тоже из области защитного программирования. В таком, немножко в другом ключе. Люди, если… Вот не надо думать, что вот компилятор, вот он неправильно делает. В 99, там, запятая 99 случаев, это не компилятор что-то неправильно делает, а это вы что-то неправильно делаете, просто вы не понимаете что. Не стоит пытаться… Вот если вот у вас возникает желание написать костыль, который обойдет глюк компилятора, вот не делайте этого, подумайте. Обратитесь к коллегам. Вот что-то вы делаете не так, вот точно. Если у вас компилятор глючит, значит, вы что-то сделали не так. На моей практике программирования я видел глюк компилятора один раз в жизни, который неправильно код строил. Единственный раз был. Все остальное всегда это что-то иное. Или наведенная какая-то ошибка, где-то что-то портится, или еще. Человек, смотрите, вот он не поленился, даже комментарий написал, что-то после оптимизации код-то не работает, что-то компилятор-то у меня. И потом будет другим рассказывать на форумах, а компиляторы-то глючные у нас там все. А что он делает? Он берет и пытается класс, так сказать, очистить, ноликами забить. Но тут ошибся, сайзов от зыз сделал. Зыз – это указатель. То есть на самом деле он там первые 4 или 8 байт архитектуру обнулил, а все остальные поля, естественно, они в релизе не нули, а непонятно что. Поэтому у него так не помогло, поэтому он так добил, на всякий случай. Такие вот вещи бывают. Не надо, не делайте так. Старайтесь понять. Есть еще методики защиты, например, использование более специализированных умных всяких макросов, каких-то классиков и так далее, которые облегчают жизнь. Мой любимый классический пример – это реализация такой макрос-каунтов, например. Нужно посчитать количество элементов в массиве. Как считаем? Берем общий размер массива, делим на размер одного элемента, получили количество. Ну, все бы хорошо, только плохо. С этим невероятное количество ошибок точно надо сказать. Вот это один из самых вредных макросов в программировании. Вот в базе я не считал, надо было, может быть, посчитать, но я думаю, по ошибкам 50 мне точно таких выписано на эту тему. Не то, что может выписано, но я видел где-то. Почему? В процессе рефакторинговых кодов туда вдруг попадает не массив, а обыкновенный указатель. То есть мы берем тогда… Вот здесь, кстати, на самом деле не массив передается, а всего лишь указатель передается. Но люди забывают, они думают, что у них тут массив из двух элементов. Нет, это просто указатель на tchr. Что здесь произойдет? Размер указателя делится на размер символа, и получаем непонятно что. Бывают другие вариации. Код рефакторился. Сначала это был массив, потом это стал динамический массив, через malloc, через u выделяется, а указатель неправильно считаем размер очень часто. Как быть? Не надо использовать такие опасные макросы. Нужно подойти к более. Есть Chromium, хитрая конструкция. Есть другие варианты. Есть Visual Studio какой-то стандартный. Не помню, как он называется. Ссылочка на статью, там можно подробнее почитать. Смысл в чем? Кратко совсем. С помощью шаблонов делается так, что вычисляется количество байт, создается такой же массив из байта, и считается его размер. Главная идея в чем? Если использовать такой более безопасный макрос, в него нельзя засунуть указатель. Нельзя. Все просто не компилируют. Скоро на этапе компиляции будет ошибка. Отлично. Просто изменив такой макрос опасный, мы автоматически защитились от целого класса ошибок. Наверное, это тематика. Она ждет своего автора, который начнет собирать по крохам вот эти полезные методики и как-то их объединять. Потому что их много, да. В одинаковом стандарте есть готовое решение типа SDXT, который принимает тип массива Ну отлично. Ну вот тоже, да. Ну тут как бы дело в том, что это не мешает жить этим старым макросом, да. Поэтому надо хотя бы их поправить тогда, если они у вас есть, заменить на что-то посовременнее. Уже можно, то пора. Из этой же как бы там можно использовать функции, которые знают, какого размера они что-то принимают. Обычно как какие-то функции работают? То есть указатель есть и там размер. Есть повод что-то напутать. Самое простое — неправильное количество байт передать. Как вот у нас был пример, я показывал, ошиблись, сколько символов в строке числом прописывается. Люди лняться, число пишут. Часто очень ошибка, иногда ошибаются или опечатываются. Такие вещи позволяют защититься. То есть там явно функция знает, сколько элементов она принимает. То есть через шаблон делается. А реализация простая. То есть мы просто берем и потом можем такую же функцию вызвать, с которой с переменным количеством длиной работает. То есть там написать это все несложно, но автоматически можно защищаться от каких-то ошибок. Теперь. Не жадничайте на скобках. Почему все жадничают на скобках? Я не понимаю. Полезно использовать лишние скобочки. Да, ну как же лишние? Компилятору все равно симптивизирует эти скобочки. Человек, который будет читать код, он будет только благодарен лишним поставленным скобочкам. Ошибка, это просто тоже. Это я наиболее интересные классические выписывал паттерны. Ну везде пишут. Тут на самом деле, тут пример другой. Тут скобочку хотели поставить, но недавно поставили. Обычно, конечно, без скобочек. Что здесь происходит? Хотели сначала присвоить переменные какое-то значение, и потом сравнить со статусом? Получается наоборот. Сначала сравнили со статусом, потом это присвоили. То есть там нарушается. Вот здесь ратурм будет уже Hr неправильной. То есть там что-то другое. Или ноль, или единица всегда. Классическая ошибка. Почему скобочки? Ну и такой просто более интересный пример простенький. То же самое. С тернарным оператором очень много ошибок связано. Никто не помнит точно, какой у него приоритет. У него приоритет низкий. Поэтому получается сначала вот эта часть работает, а потом уже там выбирается. Поэтому печатается или ноль, или один. Условия. Печатаем буллское условие в поток. А потом от него берется оператор, но это уже неважно. Поменьше тернарных операторов, побольше скобочек. Фигурных или круглых. Везде, во всех книжках пишут. Используйте блоки, оформленные фигурные скобки. Я, очевидно, повторяю. Используйте это. Не жадничайте на лишних строках. Зачем впихать побольше условий в одно? Разбейте на две строки. Читать будет легче. Компилятору все равно. Получаются вообще забавные какие-то ошибки. Qt, например. Нельзя сказать, что студенческая лабораторная работа. Нет. Что мы имеем в результате? То же самое. Сначала здесь хотели присвоить символу прочитанный байт откуда-то. Сравнить его с n и с r. Возврат калетки. Получилось непонятно что. Сначала вот это посчиталось, положили в символ ноль или один. Тут вообще проверка не работает. Очень распространенная ошибка. Огромное количество. Можно было написать попроще. Мне на мой взгляд как-то все-таки. Еще теперь о классе. Что позволяет статический анализатор делать? То, что просто на ошибке находят, это понятно вроде бы. Есть пример. Человек пишет, что был пример. Кстати, можно почитать. 50 часов они искали ошибку. 50 часов. Запустили статический анализатор и нашли менее чем за час. Потому что просто на второй раз ошибка. Польза от статического анализа кода. Потому что он не устает. Он все анализирует. Но я хотел по-другой порассказывать. С другой стороны. Статический анализ позволяет выявить те ошибки, от которых человек в принципе не догадывается. Вот он знает, что есть неинициализированные переменные. И так как-то в памяти, что не надо неинициализированные переменные использовать. Есть ошибки, по которым он в принципе не знает о классе ошибок, о их существовании. Анализаторы выступают своего рода такими экспертными системами, в которых разные люди закладывали знания о том, как может быть что-то неправильное. И это очень может помогать. То есть можно находить ошибки, которые вы при коде ревью в принципе не найдете, потому что вы не знаете, что такие ошибки существуют. Покажу. Ну вот здесь вот. Ну тут слепой человек сидит, и он говорит, не вижу проблем. Такого пора вот это все хорошо. Классический пример. Кто знает? Не читая, если вот. В чем здесь ошибка? Кто может сказать? Отрицание. Что что? Скорее всего отрицание. Ну давайте, как монт-цемпера. Кто скажет, как работает? Возвращать ноль и ноль работает. А если не ноль, то какие варианты? Вот. Не минус 1 или 1, а меньше нуля или больше нуля. А в чем здесь тогда ошибка? Булл это не бул, а че? Булл был бы работал. Правильно. Ну то есть или булл, или проверка булл написана правильно. Что сделали? Возвращается переменное значение типа int. Оно может быть 1000, минус 1024, 256. Не важно на самом деле. А мы его в чар раз, старший бит срезали, младшие остались. Ну как это фантастика? Да не фантастика, вот там уязвимость в MySQL. Нас на 256 вариантов, она там любой пароль говорит ок. Там уязвимость была. Вот из-за такой срезки. То есть срезали, можно сколько угодно часто ревьюить такой код, даже не догадаться, ну там вроде минус 1, 1, какие проблемы? Нет, вот это реальная ошибка, уязвимость самая настоящая. Ну, к сожалению, не мы эту ошибку нашли, но могли бы. Это уже потом уже как бы. Можно, а компилятор вольники выдаст по этому поводу, что преобразование сужая? Значит, не выдал. Может быть, но не настроен был. Тут еще, кстати, отличие статических анализаторов, компилятор. Компилятор все-таки он больше шума иногда дает. То есть статический анализатор, он всякие еще делает, пытается угадать какие-то эмпирическими методами и выдать более как бы по делу. Компилятор начнет, мы поставим, что варминг, что больше, к меньше, он там начнет на все подряд, вообще на все преобразования. Это же хорошо. Программист посмотрит и скажет, о, а здесь нет. Нет, нехорошо. Дело в том, что когда много сообщений, человек просто их не смотрит. Вот срабатывает. То есть когда у тебя пять сообщений, ты их смотришь. Когда у тебя тысячи, ты их не смотришь. Не получается. А анализатор знает, что вот именно если это менсмп, и мы результат менсмп запихивать в меньшее, вот здесь надо угнуться, а во всех остальных случаях, да и ладно. А статический анализатор более. Он не везде ругается, он вот именно на такие случаи. То есть он знает, у него список есть функций, которые будут. Так, дальше. Пример. Во всех я в криптопакетах вижу одну и ту же ошибку. Буфер имеется, который для приватных каких-то данных, мы там что-то пошуршали, поделали, покриптовали. И в конце пишут MEMSET, вот этот вот буфер временный, который вот тут вот он создан, и там обнулить его. Все хорошо. Эту ошибку найти невозможно глазами, потому что все выглядит отлично. Но этот код не работает. Компилятор удаляет этот MEMSET. Причем в отватчике вы это не увидите даже. Вот вы захотите проверить, что вот функция у вас вот работает. Вы в отватчике смотрите, у вас все хорошо. Там MEMSET есть. Делаете релиз версии, там MEMSET нет. Но это не компилятор группы, это просто оптимизация срабатывает. Используются ли вот эти вот final, да, там где-то дальше? Не используются. Ну зачем нам MEMSET? Вырезали его. Все. Приватные данные остались в памяти. Одна из самых распространенных таких вот потенциальных каких-то уязвимостей, что то, что должно быть почищено, не почистено осталось. Везде, да. А как тогда подходить такую особенность? Есть специальные функции, или сами пишут, или используют такие системные, которые прямо чистят наверняка. То есть это есть. Ну вот, например, если под Windows, то есть RTL Secure Zero Memory функция есть. Я читаю сообщение. Да, вот. Все, вот тут рекомендации. Подвинуться там будут какие-то там свои там. Но дело в том, что как бы не видно так. Дальше. STRNCAD. Вот люди слышали, что STRCAD – опасная функция. Надо использовать STRNCAD. Но только никто не знает, какой правильно использовать. Почему? Последний. Это не размер буфера, куда мы копируем. Все почему-то думают, что это размер вот этого буфера. Это сколько туда еще можно докопировать. Самая классика вообще жанра. Вот есть у нас буферы из там, из 248 элементов. Все пишут вот так. 2048, 2048. То есть всегда у нас есть еще 2000 символов, которые можно добавить. Классика. Человек может не знать, что такие вообще. Он вот так всю жизнь пишет, и вроде ничего. Только с таким же успехом можно STRCAD было использовать. Разницы никакой. Хорошо. Некоторые справляются. Некоторые догадываются. Делают SIZE OFF минус STRN. Ближе, но опять не так. Что минус 1 надо сделать? Потому что там в терминале это из-за нолика. Про тестирование теста. Статический анализатор позволяет делать такую вещь, которая по-другому никак. Кто тестирует тесты? Никто. Потому что уже писать тесты на тесты – это уже что-то. Статический анализатор дополняет, ему не жалко и тест проверить, иногда выясняется, что тесты ничего не тестируют. Кроме он два раза одно и то же проверили, в тест написан. То есть очень часто в тестах. Вероятность найти статическим анализатором, по моему ощущению, ошибку в тестах больше, чем не в тестах. То есть это же проходит, все хорошо. Какие выводы поделаем? Программисты тратят намного больше времени на чтение, изучение кода, чем на написание. Какие из этого моменты? Нужно стараться, чтобы код был понятен для чтения. Никого не надо пытаться удивить сложной конструкцией, будь то хитрое условие или новшество языка. Не хватит, что не надо использовать какие-то новшества языка C++11, но не надо их только потому, что можно. Читать такой код намного сложнее. Разбивайте на строчки, делайте блоки, любите человека, который будет читать после вашего кода. Это основная наша работа – читать код. Вот чем мы обычно занимаемся. Пишем мы код процентов всего лишь от времени, от чтения. Делайте понятный код. Не надо экономить на каких-то скобочках, поставьте их. Да, пусть вы уверены в приоритетах операции. Но кто-то другой может не то что не знать, но он может подзабыть, ему сложнее будет это прочитать. Да и вы сами потом через некоторое время забудете. Форматируйте код. Я ходю столбиком, не всегда спасает, но можно. И набирайте какие-то полезные практики. Я, например, не стал говорить про практику, как Yoda Style, когда сначала константу пишем, потом переменную. Mental не нравится. Но, в принципе, если вполне заслуживает, скажем так, внимания, есть такие вещи, используйте их. Соответственно, защищенное программирование. То есть делайте такие функции, с которыми нельзя ошибиться. То есть которые защищают себя от неправильно использования. Макросы какие-то. Макросы вообще золо. Лучше сейчас, конечно, использовать какие-то шаблонные функции. Они намного более все-таки лучше, чем макросы. И поотводить их как-то проще, посмотреть. Макрос в макрос это уже все. И использовать статический анализатор-код. Статический анализатор-код не устает. Он выявляет вам то, о чем вы не догадываетесь в принципе. Вообще не знаете. Он показывает на места, он следит за вами. И помогает вам быть более сознательным. И исправить многие ошибки на самых ранних этапах. Мы все делаем огромное количество опечаток. Я даже использую регулярно статический анализатор. Правда, сейчас мало программируем, но тем не менее. Сколько раз меня там уже ловит наш же анализатор. Зачем мне потом отлаживаться, что-то искать. Когда я мару на этапе компиляции, он компилировался. Он после компиляции запустился. Вот здесь у тебя ошибка, посмотри сюда. Поправил все. Я сэкономил в себе сразу автоматически. Не буду говорить, чтобы очень много времени. Минут 15, например. Это же здорово. Зачем мне 15 минут? Еще такой интересный момент. Люди не помнят про мелкие свои неудачи и ошибки. Они могут рассказывать где-нибудь на конференции, как они два дня или два месяца искали ошибку синхронизации. Как это сложно. Почему-то никто никуда не рассказывает, как он не там точку запятую поставил. Нужно про это рассказывать. А это много времени. Есть это. Устраивайте обзор кода. Можно в этот момент поделиться какими практиками. Конечно, это вообще делать тяжело и сложно и дорого. Но хотя бы иногда новых сотрудников стоит обучать. Теперь я готов поотвечать на вопросы. Может еще какие-то истории порассказывать. Задавайте вопросы. Да. По поводу… По поводу чуть-чуть. Как бы не вопрос, но ваше мнение. По поводу стоимости кода, стоимости ошибки. У нас… Я работал в одной компании. И они ввели такую практику штрафования программистов за ошибки. Причем не за свои, а за ответственную область. То есть, грубо говоря, есть ответственный за какой-то модуль. И у него, например, либо в подчинении, либо два года назад сотрудники другие писали. И в конце концов ошибка эта находится на стадии тестирования или уже, к сожалению, у пользователей. Вот. И эта ошибка возвращается. И за нее начисляется финансовый штраф программисту, который вот в этой области… Ну, он либо автором был ошибки, либо ответственный за эту область и якобы должен был ее поправить, когда стал ответственным. Как вы прокомментируете такую, скажем… Ну, с одной стороны, как-то не очень хорошо психологически это влияет. Но я очень понимаю, кто придумал это правило. Действительно. Ну, потому что… Большая правила. Проверьте за собой, что вы сделали. Не надо быстро сделать код. Обычно… Ну, в смысле, бывает такая. Но все-таки, в первую очередь, надо, чтобы он работал, этот код. Не нужен быстро и неправильно. Вот в том же, например, Microsoft, я слышал какие-то там истории, что они там… Если у человека находится ошибка в его коде, они там звонят, и хоть ночью он должен ехать там в офис, править код. То есть, если вот там в ночной сборке там в его коде нашлась ошибка, он должен вот встать и ехать. Вот. Я очень понимаю, почему такое. Потому что иначе там никогда там не будет поправлено. Я слышал такие истории из Microsoft. Ну, я немножко связан с ней сейчас. Что некоторые люди не то, что ошибки совершают, они даже компиляцию заваливают и уезжают домой, и на сутки компиляция встает для других людей. Вот. Поэтому, видимо, введено такое вот… То есть, я понимаю, почему такое могло возникнуть. Я не знаю, насколько это комфортно в такой компании работать, но я очень понимаю, он колодцы. Я работал в такой компании. Ну, волей судьбы я сейчас там не работаю. Вот. То есть, как бы. Но практика такая осталась. Вот. Причем там даже тестеров штрафуют за то, что они не нашли какие-то ошибки программистов. Вот. Но программистов, соответственно, штрафуют за их ошибки. Вот так вот. Ничего вопроса? Ничего не было сказано по поводу документирования кода. Это тоже очень сильно помогает его чтению, нахождению. Да. Ну, я как-то монету упустил. Ну, я это отношу, наверное, к написанию понятного кода. В смысле, что не надо жадничать. Сейчас есть такая мода, что код должен сам себя документировать. Я не очень, если честно, верю. Ну, я, по-моему, вообще не понимаю, как там можно понять его в математике. В математике вообще хорошо формулу написать. Потому что там смотришь на код математический. Я видел математический код, там вообще ничего не понятно. Там что-то куда-то косинус, синус, там какие-то функции в цикле. И название у нее какое-то тоже такое. Вообще, в write-only, то есть совершенно непонятно. Достаточно было бы написать там две строчки, мне кажется, там это реализация, там какой-то функт. Ну, я не знаю, там все встает на свои места. В анализации у нас то же самое. Я не знаю, как там без комментариев. У нас там есть как там некоторая операция над узлами дерева, и там псевдографикой, скажем так, нарисовано, в какой узел мы там чего там делаем. Потому что так невозможно понять. Это надо очень долго разбираться. Без комментариев никуда. Я считаю, причем я... Ну, комментарии писать нужно. Мое мнение не заменяет во многих областях написание качественного кода, все равно комментарии. Да, есть у комментариев проблема, что он устаревает. Но надо писать в общих чертах. Не надо конкретику писать. Надо просто, что мы здесь делаем хотя бы. У меня такое мнение. Да. Когда был поддержка RMSX и Linux? Ну, смотрите. Во-первых, на наш век хватит и вижу студию, конечно. А вообще мы идем в сторону Linux. Мы, я не знаю, видели или нет, мы там статью написали, мы проверили ядро Linux, например, проверяли. То есть, на самом деле, мы можем скомпилироваться, запуститься, провериться. Не очень понятно, что дальше, как это обернут, пока нам в обертку какую-то, как это людям давать. То есть, мы готовы. У нас идут уже процессы с определенными конкретными людьми, которым там конкретно что-то надо. А вот именно, чтобы сделать дистрибутив, я просто в общем отвечу на вопрос. Кто-то говорит, мы хотим Linux-версию. Ну, что такое Linux-версия? Какой Linux? У одного Linux это Linux, у другого вообще другой Linux. Или MSVS какой-нибудь, или для аппарата какого-то контроллера. То есть, очень разный Linux бывает. Дальше, какой компилятор там используется? Бывают разные компиляторы. И вот это все как бы накладывает. Да, еще выплюнуть это мало же. Надо еще для конкретно в разных редакторах, что люди разрабатывают. Кто в Vime, Qt Creator, кто там еще что-то. И получается очень сложно сделать что-то, что уходит сразу какой-то широкой аудитории. Поэтому мы надо будем идти по пути. Просто вы нам пишите, и мы конкретно для вас будем там что-то общаться и делать. Мы, наверное, так представляем. Это будет какой-то модуль, который конвертирует вывод анализатора для какой-то среды, например. В смысле Vime, потому что можно было уходить по ошибкам посмотреть, например, выборки какие-то делать. В общем виде пока непонятно, как это сделать. Вот чем хорош вообще Visual Studio, что он везде как бы один. Это очень на самом деле здорово для разработчиков. То есть кто с Microsoft, им вот это проще. То есть... То есть... Например, он уже их поддерживает, там разные режимы дилы до ошибок, которые можно интегрировать в среду X-клода, или что мешает? Да ничего в принципе не мешает. Нет, мешает то, что надо это делать. В смысле вот как... Нет, 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 подождите. Ну... Вы в принципе можете сделать многое, уже сейчас вопрос может быть не знаете. Вы можете запустить какую-то странную сборку, отследить там вызовы компиляторов под Windows, например. там отловить, потом проверить там стендалон версии, и в ней же просмотреть. Вы можете под Linux сгенерировать припроцессированные файлы как варианты, потом под Windows опять эти стендалон версии, их проверить, посмотреть эти ошибки. То есть есть вообще много таких сценариев использования. Просто надо может быть для вас какой-то просто вариант выбрать. Понимаете? То есть может быть мы уже можем это сделать, просто это надо помочь это сделать. Сделайте в облаке эту штуку. А зачем? Не очень понятно. Нет, вот тебе кусок кода хоть смущает, не весь проект, конечно, ты запихал. Не нужно. Мы не будем это делать. Принципиально сейчас я поясню. Это не нужно нам, потому что это нам только сложности. Тут лишняя сущность какой-то облака. У тебя есть фрагмент кода. Ты ставишь анализатор и проверяешь фрагмент кода. Причем здесь облака? Ну вот Linux. То есть заморачиваться с тем, чтобы перетаскивать все коды между одной системой в другую. Это не будет работать. Понимаете? Нельзя кусок кода проверить. Это можно облаторную работу еще проверить, а кусок кода нельзя проверить. Чтобы полноценно проверить, мы же должны знать очень много информации. Как минимум файл должен компилироваться, чтобы знать все инклоды. То есть надо целую инфраструктуру где-то там создавать. Нельзя просто взять и кусок кода проверить. Нужно минимум перетащить этот кусок кода, чтобы он компилировался. То есть туда нужно заточить какие-то ашки. Туда надо заточить какие-то ашки, которые используются эти ашки. То есть там все это. Это сложно. Надо фактически делать кусок проекта, где-то в какую-то систему делать, которой нужно залить туда все. Ну и зачем это? Это сложно. То есть не будет просто. Нельзя взять кусок. Да, есть анализаторы. CPP-чек это делает. Нам просто это необходимо. CPP-чек проще. За счет того, что мы знаем все типы, мы некоторые диагностики можем делать, которые CPP-чек не может в принципе. Потому что у него нет информации о типах. Да, он зато позволяет, можно на папку сказать, он даже не компилируется, он сам проверит его. И это же его минус. Потому что нет много информации. Еще вопросы? У меня есть вопрос о многих компаниях, особенно относительно крупных. Во многих компаниях, в том числе относительно крупных, есть некие стандарты на написание кода. Стилистические или которые просто пытаются локализовать какие-то ошибки. Смотрите ли вы в этом направлении, в плане развития PVS Studio, чтобы не только статистический анализатор с точки зрения компилятора был, но и с точки зрения формы кода и некоторых конструкций, допустим, если условный оператор, например, если там идет сравнение, то константа, допустим, должна быть слева, а не справа, чтобы избежать, если нечаянно оператор, сравнение не перепутать с оператором присваивания. Такие вещи. Мы сами не идем в это направление. Почему? Мы считаем, что это не то. Ошибки намного интереснее, полезнее, приятнее показывать, чем форматив. Достаточно много инструментов, которые пытаются что-то ставить чек делать. Они есть, это другой класс инструментов. Мы ищем ошибки. У нас в направлении мы ищем ошибки. И в большей степени у нас так получилось опечатки всякие и ляпы. То есть у нас в этом направлении и очень хорошо чувствуем на этом себя поле. Мы можем такое делать, но мы просто не смотрим сюда пока. Если очень хочется, можем на заказ сделать что-то. Еще вопросы? Что с другими языками? Мы решили, что пока нам плюсов более чем достаточно. Потому что на самом деле язык жив с домов и хорошо развивается, что мы видим. То есть может быть так на общем фоне, конечно, но он все равно лидирующий. Сиси плюс-плюсы никуда не делись. Некоторые только подумают, с фартрана вообще только на C переходить еще. Они подтянутся скоро. Нет, это серьезно. Как вы думаете, на чем больше всего Intel, на каких компиляторах вообще, на чем Intel зарабатывает в этом области? У них очень большое. Они больше зарабатывают на фартрановском компиляторе оптимизированном, чем на каких-то Intel Parallel Studio, еще что-то. Фартран, Флагман. И там обсуждается вот уже в принципе язык C уже достаточно хорошо. Они компилируют быстро. Уже многие вот начинают потихоньку с фартрана на C переходить. То есть вот. То есть все еще. Еще. В вашем продукте, вы как-то реализовывали собственную реализацию Пайсера или же использовали какой-то стандартный? Когда мы начинали, к сожалению, не было силанга еще. Не было. Если был, мы его взяли тогда. Но чего не было, то не было. В GCC нам показалось, там вообще было непонятно, что с ним делать. Тяжело как-то очень, да. Еще смотрели разные. И нашли уже в то время мертвую библиотеку Open C++. Никто нам про нее не знает сейчас. Была такая библиотека открытая. Там тоже, соответственно, разбор дерева. Мы ее взяли за основу. Там уже, конечно, от нее мало чего осталось. То есть там сильно уже было сейчас к этому моменту переделано. И фактически мы развиваем как бы свое такой вот парсер, да. У нас немножко попроще задача. Нам не всегда обязательно до конца все допарсить. То есть мы можем там где-то... Нам не надо, например, там если там шаблон, который от шаблона, который там рекурсивно раскрывается, нам не надо эту рекурсию все раскрывать. То есть часто нам это можем как бы там попроще сделать. Это нас спасает. Так, конечно, да, у нас свой парсер не до конца, который там все знает про C++, но он более чем достаточно, чтобы строить дерево, чтобы находить ошибки и так далее. Ну а вы тоже отошли, допустим, DTC до какого-то времени использовали стандартные некоторые вещи, антикопризоны и прочее. А потом в итоге пришли к рекурсивному исходящему парсеру. То есть у вас это тоже было? А у нас как изначально там было, то есть там какой-то такой самописный... На самом деле я не знаю историю проекта, как там он был. Мы просто взяли, что есть, и просто развивали. Добавляли новые сущности, которые появляются в новых языках. На самом деле очень большая работа с КРП проделывается, которую никто не видит. Не только еще важно поддержать новые стандарты языка, какую-нибудь лямбную функцию, еще важно поддержать какое-нибудь расширение компилятора, про которое вообще никто не знает. Оно есть, оно там в заголовочных файлах где-то используется, если там просто затык происходит, и разбора нет. Очень много. На самом деле программисты не видят ужасов всякого там, что там есть каких-то вещей, как в компиляторах, там и в RCC, там этих расширений, в Visual Studio там полно. Ну, приходится жить. Еще? Все-таки по поводу лимб. Угу. То есть капот ведется, есть какие-то сроки? Вот чего нет. Работы ведутся, но нет очереди таких вот прям желающих, которые хотят. Будет очередь, будет быстрее идти. Сейчас у нас все-таки это, так скажем, в фоновом каком-то режиме все это идет. Сейчас мы скорее это используем больше для рекламы. Подвинутся очень хорошо, очень много опенсорс-проектов. Там сами проверили, написали статью и так далее. Мы этим показываем, что в принципе мы как бы близки, как бы, да, и готовы конкретно вот человеку там предложить какой-то вариант. Дело в том, что нам не интересно все-таки, я надеюсь, вы понимаете там, да, там с отдельными какими-то маленькими проектами, там, если есть серьезная какая-то компания, в котором там большой проект, там подлинут, ну, приходите к нам, пообщаемся и сделаем. Да. Из open source проектов, которые вы проверяли, какой, на ваш взгляд, является, ну, эталоном качества написания кода и безошибочности? Ну, я так скажу сейчас. Ой, господи же. Макрософский проект какой-то был, помнишь, забыл название. Ну, хромом не похоже. Понимаете, тут как-то дело в чем, чем больше проект там, тем больше там ошибок, да, все равно, то есть просто по количеству, но если вот, как делить на размер кода, например, хромом, да, очень хороший проект, то есть там, на самом деле, мало, то есть хромом там вообще много интересного всяких приемов и так далее. Ну, тут вот я как-то вот, мы не считали, как-то нам надо было, но теперь уж поздно все-таки этот коэффициент еще считать, там, размер кода к количеству ошибок. Просто бывает так, что большой любой проект ты берешь и там все ошибки есть в любом большом проекте. А как часто ложные ошибки срабатываются? Всегда ответ у меня их много и их мало. Очень зависит, во-первых, как повезет. Обычно откуда берется много ложных срабатываний. Есть какой-нибудь хитрый макрос, там логирование, еще что-то, и там какой-нибудь так хитро написано, чтобы там или раскрываться в ничто, или там еще что-то, и там внутри там A равно A, и там IF 0, получается, и там анализатор, о-о-о-о, беда, да, и макрос размазан там по тысячам мест, например, в программе, и там сразу тысячи вагонов, да, и все, ну, ну, что-то, ну, вообще, черт-те что, да. С другой стороны, это очень легко лечится, там комментарии с этим макросов вписываем, что если есть такая ошибка, и такой макрос здесь в этой строке, то не надо ничего ругаться, и сразу там минус тысяча вагонов. Ну, к сожалению, невозможно там на все случаи жизни, там, ну, как, ну, там столько способов есть написать странный код там в макросах, никак. Вот в основном оттуда лезет очень много. Есть, конечно, просто ложные срабатывания. Ну, опять, очень тут тонко, то, что для одного ложного срабатывания, но его вполне стоит поправить. Это часто код, который плохо пахнет. Если он смутил анализатор, есть большая вероятность, что он смутит разработчиков или вообще что-то там не так. Ну, пример могу показать. Ну, это легко отключается. Использование аока внутри цикла. Анализатор предупреждает про это. Является это бедой или нет? Ну, тут уже человек решает. Если он знает, что у него аока там чуть-чуть, и там цикл небольшой, он просто может это там выключить, диагностику, и все. Ну, это вообще потенциальная ошибка, если у него там тяжелые рекурсии, и там аока, да, там в настэке. То есть это вообще беда на самом деле. Ложное или не ложное срабатывание здесь, ну, невозможно сказать. То есть это... И много таких предупреждений человек должен решить. То есть является для него, для его проекта это важным или нет. То есть я могу сейчас настроить? Да. Да, вы можете включать или выключать. Есть там, по умам у нас разбиты, но опять там что-то для одного там есть, а кто-то говорит, о нет, что мы третий уровень смотрим, мы там такие ошибки интересные находили, там мы даже будем третий уровень весь ваш смотреть. То есть тут очень по-разному бывает. А, кстати, в этой системе у нас, например, отключение какого пускахода? Я еще раз не понял вопрос. Учитывая отключение телефонов, как ты будешь делать, а у кого пускахода? Скажешь, что у этого пускахода, да, я знаю, что такая проблема есть, но я же считаю, что она принята для меня. Ну, прям вот совсем именно для блока нет, но можно написать макрос в этом, ой, в смысле, комментарий в cpp файл, по крайней мере ниже там до конца будет, как бы он выключен. Можешь, в принципе, включить просто как-то, никто не говорил там сделать нам такое обратное включение. Ну, там может добавить, но просто как-то не было необходимости. Вообще такое редко на самом деле бывает, что именно в блоке кода. Обычно все-таки вот как-то получается к макросам. Обычно это из макросов лезет. То есть если я анализ провожу, я должен дать ему находку целый проект, да, я не могу дать этот пайл без всяких конкурентов? Нет, потому что мы многие ошибки можем выявить, только зная тип. Мы знаем типы, мы можем, иначе, на самом деле, нет, мы там у себя можем там гвоздиком прибить и проверить на самом деле все, что хочешь. Но просто качество анализа, оно в несколько раз хуже. То есть в несколько раз больше ложных срабатываний и намного меньше полезных. То есть очень качество ухудшается. Поэтому мы специально не стали делать такой режим, потому что туда будут загонять непонятный кусок кода, говорят, ну вы ничего не нашли. Лучше не провоцировать, а то может не то получится. Приходите еще пообщаться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ